Всем огромный привет, мои красотки! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. И прямо сейчас мы с вами сделаем комплексную тренировку на верх тела, спина, руки и грудь. Зачем это нужно? Красота нашего тела зависит от пропорций. Например, чтобы сделать тонкую талию, нам нужно, чтобы и верх тела выглядел шире. Это можно сделать за счет роста мышечной массы. А также сильная спина, это ее здоровье и жизнь без боли на многие-многие годы. Чтобы улучшить пропорции всего тела и избавиться от проблемных зон быстро и без ошибок, вы можете воспользоваться моими программами на 6 или 8 недель для новичков и для продвинутых. В них есть все, что нужно. Во-первых, это готовое меню, уже посчитанное с очень вкусными и классными пп-рецептами, а также видео-тренировки на все проблемные зоны с подробным объяснением техники упражнений и готовое расписание тренировок от фитнес-тренера. Все подробности по ссылке в описании под видео, а вот этот промокод даст дополнительную приятную скидку. Итак, если мы хотим получить результат от тренировки, а не просто весело провести время, нам нужно использовать гантели. Вес гантели выбирается именно под ваши возможности. Вы должны попробовать сделать упражнение так, чтобы вам было тяжело, но ваша техника оставалась идеальной. И девочки, ни в коем случае не боимся перекачаться, этого просто не может быть, потому что за каждый миллиметр мышц идет огромная-огромная борьба и работа. Итак, я включаю таймер. И мы с вами начинаем с первого упражнения. Становимся прямо, ноги на ширине плеч, наклоняемся с ровной спиной за счет сгибания таза, вытягиваем руки и выполняем сведение лопаток. Вдох, выдох. В этом упражнении нам важно понять, где у нас находятся мышцы спины и как включить их в работу. Чувствуем, прислушиваемся к своему телу, как у нас работают мышцы спины, как сводятся лопатки. Это все нам сейчас пригодится в следующих упражнениях на спину. Спину держим ровно, наклон только за счет таза. Отлично. Вот теперь уже можно тренироваться по-взрослому. Берем большие гантельки, чтобы выполнять тягу на спину. Итак, ноги на ширине плеч, наклоняемся также с ровной спиной, в этот раз уже прям пониже. И выполняем сведение лопаток на выдохе. Показываю сбоку. Наклон с ровной спиной, прям вот пониже. Выдох. Обращаем внимание на то, что рука у нас полностью расслаблена и предплечье просто висит вниз. Оно находится строго в вертикальном полу. Если вы делаете вот так, тогда у вас в работу включается бицепс, а не спина. Прям расслабьте руку и сводите лопатки. Рука сама согнется. Ваша основная задача чувствовать, как работают лопатки. Отлично, молодцы. Теперь мы с вами сделаем сгибание на бицепс, чтобы наши ручки были красивые и подтянутые. Встаем прямо. Кисти смотрят к себе на выдохе. Сгибаем руки в локтях и разворачиваем кисти. Вдох. Выдох. Еще. Давайте, мои красотки. Многие девочки боятся заниматься с гантелями, и это большая-большая ошибка. Потому что именно дополнительные веса дают нам фактуру, дают нам классные пропорции. А самое главное, женственную округлость. Потому что торчающие кости, острые углы, это не совсем женственно, как на мой взгляд, женственность. Это про плавные линии, плавные изгибы. Именно как раз такие изгибы и дают мышцы. Отлично. Следующее упражнение. Тяга на спину. Убираем одну гантель. Берем гантель в левую руку. Упор на правую ногу. Левую ногу отставляем назад. Наклоняемся с ровной спиной. Рука расслаблена. Выполняем тягу на спину. Вдох. Выдох. Предплечье смотрит строго вниз. Не вот так, а вниз. В моих программах, кстати, на 6,8 недель я делаю подробнейшие акценты на технику упражнений в каждом видео. Плюс есть отдельные видео с техникой, чтобы вы занимались безопасно, а самое главное, эффективно. Вообще там очень много классных тренировок, реально прям на все проблемные зоны. Потому что девочки очень любят качать попу, но не любят качать спину. А без сильной спины невозможно сделать красивую большую попу. Итак, это же упражнение сделаем в другую сторону. Берем гантель в правую руку. Левая нога опорная, правую ногу назад. Наклон с ровной спиной. Рука расслаблена. Поехали на выдохе. Не бойтесь нагнуться пониже, потому что я знаю, что многие делают вот так вот. Вот, наклоняемся, прям наклон хороший такой. Делаем. Чувствуем, как лопатка приближается к позвоночнику. Вот она отдаляется, приближается. Чувствуем, где-то вот здесь вот у нас находится широчайшая мышца спины, которая работает сейчас. Отлично, молодцы. Следующее упражнение – разгибание на трицепс. Берем гантельки поменьше. Трицепс у нас находится в задней части руки. Итак, поехали. Тот же самый наклон с ровной спиной. Прижали плечи к туловищу, зафиксировали. И выполняем разгибание рук. Вдох. Выдох. Обратите внимание, что не нужно забрасывать вот так вот себе гантели. Нет. Спина у нас зафиксирована, локти прижаты. И мы просто разгибаем руки. В нижней точке просто их расслабляем. Вперед заводить не нужно. Просто расслабили и все. Кинули. Напрягли. Расслабили. Давайте еще чуть-чуть. Есть. Молодцы. Я буду использовать еще фитнес-резинку. Если она у вас есть, то тоже хватайте. Итак, мы с вами берем фитнес-резинку вот таким образом. Садимся. Поднимаем руки вверх. И по очереди приводим лопатки к позвоночнику. Правая. Левая. Одна рука у нас как бы держит резинку, сопротивляется. А другая опускается. Выдох всегда на усилие. Отлично. Молодцы. Теперь мы сделаем похожее упражнение. Сведение лопаток сразу вместе. Итак, лапки перед собой. Держим хорошо резинку. Сводим. Разводим. Сводим. Разводим. Выдох. Вдох. Отлично. Молодцы. Давайте еще. Чувствуем, как работают мышцы. Вы делайте, а я покажу сзади, как работают лопатки. Есть. Отлично. Молодцы. Убираем резинку. И сейчас мы с вами будем делать упражнение разгибания на трицепс в упоре. Берем одну маленькую гантель. Становимся на четвереньке. Прижимаем плечо к телу. И также выполняем разгибание руки. Вдох. Выдох. Еще. Классное упражнение, чтобы наши ручки были стройными, подтянутыми. Чтобы мы не боялись носить какие-то открытые платья без рукавов, майки. Чтобы вообще не комплексовали. Носили все, что нам хочется. Поэтому нужно немножко попотеть. Но согласитесь, выделять всего лишь 20 минут в день, ну час, для того, чтобы иметь классную фигуру мечты. Но это просто ничто. Это очень мало. И это реально стоит попотеть, чтобы потом жить без комплексов и заморочек. То же самое в другую сторону. Упор. Прижали. Разогнули. Давайте еще чуть-чуть. Не забрасываем руку. Чувствуем, как у нас работают мышцы. Вот здесь. Если вам слишком легко, тогда увеличиваем вес гантели. Вам должно быть тяжело. Каждый должен страдать. Отлично. Двигаемся дальше. У нас отжимания в обратном упоре. Тоже упражнение на заднюю поверхность руки, на трицепс. Итак, кисти по направлению к себе. Поднимаемся вверх. На вдохе сгибаем руки в локтя. На выдохе выпрямляем. Вдох. Выдох. Еще. Полный упор на руки. Дайте мышцам нагрузку. Дайте им поработать. Давайте, мои красотки, я в вас верю. Не падаем. Отлично. Едем дальше. Отжимания на боку. Вот сейчас мне понадобится вся ваша концентрация, вся ваша сила воли и желание иметь классное тело. Итак, поехали. Правой рукой обнимаем себя, левой упираемся в пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это упражнение не только для задней поверхности руки, но еще и для груди. Так что делаем. Сейчас мы сделаем еще пару упражнений и перейдем к упражнениям на грудь. Я знаю, что тяжело. Эти боковые отжимания очень коварные, но я в вас верю. Пусть не с первого раза, но у вас обязательно все получится. Стоит один несколько раз упасть, ничего страшного. Вы становитесь сильнее и скоро эти отжимания будете щелкать как орешки. Итак, левой рукой обнимаем себя. Правый упор. Поехали. Вдох. Выдох. Кстати, у кого коротенькие ручки, тому легче отжиматься. У кого ручки длиннее, тем тяжелее. Вам, кстати, как это упражнение вообще дается? Легко или тяжело? Напишите в комментах. Еще чуть-чуть, не думая вздаваться. Отлично. Следующее упражнение – пловец. Для красивой, оформленной, сильной спины, особенно поясницы. Итак, ложимся, вытягиваем руки-ноги. И по очереди поднимаем руки и ноги по диагонали. Чувствуем, как работает поясница. Поясница и шея – это вообще самые уязвимые места в позвоночнике. Именно там появляется больше всего грыж. На них каждый день воздействует огромная нагрузка. Мы наклонились там почистить зубы, например, у нас нагружается поясница. Поэтому очень важно ее укреплять, чтобы мышцы вокруг позвоночника как бы поддерживали этот позвоночник и снимали с него часть нагрузки. Отлично, молодцы. Следующее упражнение – суперлумен и сведение с лопаток. И сведение лопаток. Итак, вытягиваем руки. На выдохе поднимаемся вверх и сводим лопатки. Самые продвинутые могут усложнить. Мы поднимаем сразу одновременно и руки, и ноги. Это для продвинутых. Попробуйте, получается у вас или нет? Отлично, молодцы. Мы с вами закончили с упражнениями на спину и переходим к упражнениям на грудь. Берем маленькие гантели. Будем выполнять разведение рук лежа. Итак, ложимся на спину. Руки вверх, слегка согнуты в локте. Выполняем разведение на максимум, как это возможно. И сведение на выдохе. Руки слегка согнуты в локтях. Прямые руки быть не должны. Также мы с вами опускаем гантели примерно на уровне груди. Ни в коем случае не выше, не сильно ниже. Примерно на уровне груди. Дышим. Дышим. Молодцы. Дышим. Следующее упражнение это жим на грудь. Приготовились. Очень похожий принцип. Итак, согнутые руки выпрямляем. Вдох, выдох. Также обратите внимание, что локти у нас находятся ниже, чем плечи. Не вот так вот, не выламываем себе суставы, а локти чуть ниже, на уровне груди. Также старайтесь поднимать гантель так, чтобы она была вертикально полу, не вот так вот, не вот так вот, а именно вертикально, строго. Есть, отлично, вы мои красотки, двигаемся дальше. Отжимания и кобра. Приготовились. Итак, поза кобры. Ложимся. Вверх. Перекат. Повторяем. Я понимаю, что тяжело, конечно, но как вы хотели. Красивое тело делается через работу. Работа не бывает легкой. Поэтому те, кто хочет реально получить какой-то хороший результат, должны это понимать. И должны быть готовы и нацелены на долгую работу. Это все не делается за один день, за неделю и так далее. Следующее упражнение – просто обычное отжимание. Полегче уже, да, после кобры. Итак, упор чуть выше колен. Опускаемся. Вдох. Выдох. Отлично. Пресс напряжен. Корпус ровный. Постарайтесь не делать никаких прогибов в пояснице. Напрягли пресс. И выталкиваем себя вверх. Вдох. Выдох. Давайте, девочки, покажем, что у нас тоже есть хорошая сила. Отлично. Молодцы. Пока мы отдыхаем, я очень прошу негнущимися руками поставить вас лайк под это видео и написать любой комментарий для продвижения. Например, как у вас получается делать отжимания. Любите ли вы их? И последнее упражнение – статическая планка. Пресс напрягаем. Никаких прогибов в пояснице. Подкрутили, пресс напрягли. Стоим, терпим. Кстати, не забывайте подписываться на мои соцсети. Там тоже много всего интересного. Фоточки, видосики, короткие тренировки, наше с вами личное общение, какие-то моменты со съемок из жизни. А еще в Телеграме скоро будет конкурс, поэтому переходите и подписывайтесь. А мы с вами тем временем под мою болтовню. Вот так легко завершили нашу классную тренировку. Наверх тело. Девочки, не забывайте, мы качаем не только попу и не только делаем кардио. Мы развиваем все тело гармонично. Ссылка на мои программы на 6-8 недель в описании под видео. А теперь похлопаем тебе! Субтитры сделал DimaTorzok